Сегодня мы с вами посмотрим на новую тональную основу от Maybelline, которая называется Superstay 24 часа. Мы посмотрим, какова она в нанесении, как она носится на протяжении всего дня, то есть у меня будет чекин потом в конце дня, я покажу, как она продержалась. Если вы фанат бренда Maybelline, то для вас эта тональная основа не новинка, потому что Maybelline Superstay уже достаточно долгое время находится на рынке, но сейчас ее решили снять с производства, немножко обновить формулу, сделать более современную упаковку и, соответственно, сделать такой повторный релиз. Насколько я понимаю, на территорию СНГ они завезли 8 оттенков всего. У меня это оттенок 03, натурально-бежевый, и я так понимаю, что это самый светлый оттенок в линейке. И одна из главных технологий, которая заявлена в этой тональной основе, это технология Microflex. И старая реклама у них еще была такая на резине, то есть девушка растягивала резину, и без этой технологии тональная основа трескалась, а с этой технологией она как бы подстраивается абсолютно под любую текстуру, растягивается, то есть так же, как и кожа. Если вы где-то растягиваете, улыбаетесь, у вас эта тональная основа подстраивается под вашу мимику, а не начинает там, например, заваливаться в морщины. Для меня это очень важно в тональной основе, чтобы она именно не заваливалась в морщины и не делала меня на вид старше лет на 10. Я посмотрела состав этого тонального средства и сравнила его с составом предыдущей тональной основы, которая была на рынке. Я заметила, что формула действительно изменилась, но в своем основании она осталась прежней, то есть первые 6 ингредиентов не изменились, вот какие были первые 6, так и остались. Дальше там уже слегка либо переставлены ингредиенты, либо какие-то новые добавлены, то есть слегка они немножко эту формулу все-таки обновили. И хорошо то, что они основу тоже не изменили, Потому что для тех, кто является фанатом этой тональной основы, я уверена, это было бы огромным разочарованием, если бы они значительно как-то изменили эту формулу. Еще по фактам здесь 30 мл и сделана эта тональная основа во Франции. Перед тем, как я начну ее наносить, скажу, что кожа у меня нормальная, но сейчас склонна к сухости. У меня нет каких-то участков с шелушениями, какой-то очень сильной сухости, но у меня есть часто ощущение сильной стянутости кожи. И также я ненавижу, когда тональная основа проваливается в какие-то морщинки. Поэтому сегодня будем тестировать эту тональную основу именно на моем типе кожи. Если у вас что-то похожее, для вас это будет полезно. И я понимаю, что тональная основа, это скорее всего рассчитано на более жирную кожу, кому нужна вот такая экстра стойкость. Но в то же время эта тональная основа настолько массивно рекламируется, что даже если у тебя совершенно не такой тип кожи, то ты посмотришь сначала первую рекламу и подумаешь, эй, нет, не для меня, а посмотришь уже сотую рекламу и такой, о, интересная тональная основа, вот надо мне такую прикупить. Вот скажите, было у вас такое вот, что когда очень сильно что-то рекламируется, и тебе реально начинает это хотеться, хотя ты понимаешь, что вроде как тебе это и не нужно. Кстати, на первом месте там циклопентасилоксан. Это летучий силикон, который, собственно, и делает такой эффект, что очень легко все распределяется, потом он быстро испаряется с вашей кожи, оставляя пигмент на лице, но при этом у вас нет ощущения тяжести от тональной основы. Давайте посмотрим на консистенцию. Тональная основа действительно очень светлая, то есть по бутылочке кажется, что она темнее, а здесь она выглядит гораздо светлее. И, кстати, в бутылочке мне казалось, что она розовая, сейчас я так смотрю, нет, не похоже на то, что она розовая. На эту сторону лица я буду наносить с помощью влажного спонжа, это мой любимый способ нанесения. А на вторую сторону я буду использовать вот такую вот плоскую кисть, они, кстати, на сайте рекомендуют использовать вот такую вот синтетическую плоскую кисть. Посмотрим, насколько их рекомендации лучше моего привычного способа, но мы этот способ в любом случае проверим. Сейчас, в принципе, вообще даже не видно границы между тем, куда я наносила тональную основу и куда не наносила, поэтому это отличные новости для меня. Тональная основа это чем-то мне по ощущениям, вот сразу первым таким впечатлением напоминает Fenty, потому что Fenty тоже вот так вот матирует и сразу как будто пудровым таким вот финишем ложится на кожу, но Fenty при этом более плотная, вот это более легкая по своей консистенции. Мне очень нравится, как эта тональная основа сразу заполнила все поры на носу, то есть если раньше у меня была такая более бугристая текстура и то же самое вот здесь, вот в этой зоне, то сейчас все намного более гладко, такое впечатление, что я какой-то выравнивающий праймер использовала, хотя я его не использовала. На удивление мне метод с кистью даже понравился, возможно, больше именно для вот этой вот зоны, потому что здесь как будто мне даже меньше нужно было средства для достижения нужного мне эффекта. Я закончила нанесение, теперь давайте я закончу тоже макияж полностью и уже вернусь к вам для подведения первых итогов. Я полностью закончила свой макияж и чем больше я наблюдаю эту тональную основу у себя на лице, тем больше она мне напоминает тональную основу Fenty Beauty. У них одинаковый финиш на лице, вот когда наносишь, вроде бы как кажется, что очень такая тонкая, летучая тональная основа, которая моментально превращается в пудру и при этом она очень хорошо работает с текстурой кожи, то есть если у вас есть расширенные поры, она моментально сглаживает эту область. Единственное, что мне не очень нравится, вот эта зона, там где у меня больше такие как пупырышки, то вот эту зону наоборот эти тональные основы не сглаживают, а еще больше усугубляют. Сейчас она на мне выглядит очень неплохо, я ее вижу на лице, то есть это не то, чтобы совершенно такое незаметное покрытие, я ее вижу на своем лице, но при этом она себя ведет наравне с какими-то люксовыми тональными основами, как например та же Fenty Beauty, которая стоит 4 раза где-то приблизительно дороже. Последняя вещь, которая меня немного настораживает, это появилось чувство стянутости, не сильное чувство, но вот где-то вот к центру лица вот оно ощущается. Сейчас у нас на часах, кстати, почти половина первого, и до конца своего дня я буду наносить эту тональную основу и вернусь к вам уже в конце дня для подведения итогов. Ну что ж, для меня целый день уже прошел, сейчас на часах ни много ни мало 20-36, а это значит, что тональная основа на мне уже 8 часов, в принципе я считаю нормальный такой срок для того, чтобы подводить итоги. Сразу скажу, что смотря вот так вот в зеркало, я вижу довольно впечатляющий результат, однозначно лицо у меня немного больше блестит, особенно в зоне лба и в зоне носа, но учитывайте, что я вообще не поправляла макияж на протяжении дня, и сегодня остаток дня я провела после съемки за монтажом видео, за там редущей фотографией, и это было вот так, это было вот так, это было вот так, то есть я прикасалась руками к лицу, но тем не менее, мне кажется, стойкость просто феноменальная, и действительно, что меня больше всего, вот прям очень сильно впечатлило, это то, что, посмотрите, у меня лоб как будто зеркально гладкий, абсолютно ничего не завалилось и не провалилось морщиной, хотя мой обожаемый буржуа, он это делает. Под конец дня у меня четко видно вот такие вот три полосочки, и вот здесь вот тоже довольно явно полосочка вылезает, сейчас я ее чуть-чуть вот буквально вижу, но в то же время не критично, и вот здесь вот нет никаких вот заломов, нет никаких трещин, поэтому вот эта заявленная технология, она явно работает. Также меня очень впечатляет, как тональная основа работает с порами, но опять-таки это все и морщины, и поры, это все текстура кожи, с текстурой эта тональная основа работает действительно очень хорошо. Единственный минус, который я могу отметить, это чувство стянутости, которое меня не покидало на протяжении всего дня. Особенно вот здесь вот ближе к центру лица, то есть здесь практически нет, я не ощущаю ничего, все хорошо, но вот здесь вот в этой зоне лоб, чувство вот такой вот стянутости, как будто немножко потягивает кожу, и вот хочется какого-то увлажнения. Для меня это, конечно, минус, и если рассматривать эту тональную основу с точки зрения повседневной носки, то для меня это, наверное, будет нет, потому что мне все-таки хочется больше комфорта, но если рассматривать ее с точки зрения вот нанести, чтобы все хорошо держалось, чтобы морщины не повылазили где-то, чтобы это хорошо смотрелось там на видео или на фото, то однозначно, да, я могу пережить вот эти ощущения на протяжении там вечера или на протяжении какого-то дня. Мне кажется, что лучше всего эта тональная основа подойдет для комбинированной кожи, склонной к жирности. Вот здесь вот прям все будет идеально. Для более сухой кожи, возможно, вот это неприятное чувство стянутости, но, тем не менее, как бы я не вижу, чтобы какие-то недостатки именно подчеркивались. Что касается очень жирной кожи, то здесь, естественно, какую бы вы тональную основу не выбрали, все равно вам нужно правильно подобрать праймер, потом хорошо нанести тональную основу тоже правильно, потом это все закрепить и, возможно, на протяжении дня тоже поправлять. И последний плюс, который я хочу отметить, это то, что тональная основа не окисляется. Я провела тест сравнения с моими другими тональными основами, и я заметила у нее такую же тенденцию, как у Fenty. Она, когда высыхает, она буквально чуть-чуть темнеет. Fenty темнеет сильнее, эта темнеет буквально чуть-чуть, но это не окисление, это именно она темнеет после того, как она усаживается именно. В зависимости от магазина, тональная основа варьируется по цене где-то от 7 долларов до 10, где-то приблизительно так. Я купила ее за 7,5 долларов, там в магазине была акция, я решила, почему бы и нет, тональная основа новая и хорошая цена. За 7,5 долларов однозначно рекомендую эту тональную основу, как я и сказала, в первую очередь комбинированной кожи, склонной к жирности, и особенно, если у вас есть проблема текстурная. В первую очередь расширенные поры и какие-то мимические морщины. Я очень надеюсь, что это видео было для вас полезным. Если вы тоже пользовались этой тональной основой, обязательно напишите, какие у вас впечатления от нее, и не забудьте тоже написать, какой у вас тип кожи, какие особенности, потому что, я уверена, остальным будет тоже интересно почитать и услышать не только мое мнение, но и ваше. Если вы здесь впервые, конечно же, подписывайтесь на мой канал, это можно сделать вот здесь вот, и также посмотрите другие мои видео, которые сейчас вам рекомендует YouTube. Надеюсь, они вам понравятся не меньше, а если вы их уже видели, то мы с вами увидимся тогда в следующих моих видео.